...отказом от продолжения боя в девятом раунде. После этого Руслан Чигаев встретился в хорошем знакомом бою, известном... Вы помните тот поединок? В 2011 году с Александром Поветкиным. Это был очень интересный, очень напряженный бой. И по очкам тогда российский тяжеловес сумел победить Руслана. После этого были неурядцы с компанией промоутерской. Руслан остался как бы таким беспризорным. Он долго не мог найти себя. Проводил бои, конечно, но все они были соперниками гораздо-гораздо ниже класса. И вот в прошлом году, когда он встал под крыло промоутерской компании Ахмат Бокс Промоушен, Грозным сумел снова вернуть себе титул чемпиона мира, который сегодня защищает. Руслан проигрывает в росте сопернику больше 10 сантиметров. Поэтому, как вы сами понимаете, ему нужна дистанция, подойти поближе, подойти желательно с ударом. Ну и дальше уже разбираться на коронном для себя расстоянии. Интересный бой еще тем, что встречаются два боксера-левши. И в первом же раунде наносит какрушительный удар Руслан. Соперник в нокдауне, но поднимается. Ну, Пионета грамотно все сделал. Максимально провел время вот так на стиле ринга. Отдышался, если так можно сказать. И не очень-то потрясен, продолжает этот бой. Но Руслан Чегаев настроен очень решительно. Вы помните, сколько досрочных побед уже было в сегодняшнем вечере? Ну что, эта славная традиция будет продолжена? Джебом пытается все-таки держать на расстоянии Руслан и Толея, Франческо Пионета. Это ему в какой-то мере удается. Руслан идет вперед, бросает боковой удар через руку, такой довольно опасный. И снова входит. Вот так вот раскачивается. И соперник снова повержен. Руслан здорово вышел на свою ударную дистанцию. Ну что, поднимется Пионета. Бой будет остановлен. Все. Нокаут в первом раунде, друзья. Ну кто этого ожидал? Я лично не ожидал. Думаю, даже сам Руслан не ожидал такой яркой, такой стремительной победы. Разочарован Пионета. Он здорово готовился. Посмотрите, действительно, это очень тяжелый нокаут. Он пытался встать. До этого был не менее серьезный нокдаун. Пытался подняться. На счет 10 практически он распрямился. Но бой уже был к тому времени остановлен. Вы знаете, очень яркая, очень мощная победа. Первая защита пояса Русланом Чагаевым. Здесь, на немецком ринге. Где он много раз одерживал огромное количество побед. Теперь под флагом новой промоутерской компании Ахматбок Промоушен он одержал вот эту свою очень яркую и убедительнейшую победу. Разочарован, повержен Пионета. Он никак не может понять, что же с ним произошло, когда была допущена эта ошибка. Но вы видели, как агрессивно начал поединок Чагаев. Как он был настроен и как вот этот его план на бой удался. Причем очень быстро. В первом раунде. Все поздравляют чемпиона. Смотрим еще раз повтор. Сопрушительный удар сильнейшей левой рукой. Пионета рухнул. Нарастил ринг. Первый удар. Второй. Уже туда ближе. В область виска. Это первый нокдаун, когда Пионета долго вот так отстоял до счета 8. На коленях потом поднялся. Но в скором времени атака Чагаева была повторена. И на этот раз Пионета уже не смог подняться до счета 10. Время поднялся, но уже было поздно. На когда-то см dressed по свету. ydd, гуяiven ски-балет�드. Это первый настрел походите в RAW. Как говорится о тех, кто делал на сбиле. Походите в год. Субтитры создавал DimaTorzok